Меня зовут Гасанов Асиман, я работаю разработчиком компании NLMK. Мы занимаемся разработкой информационных сервисов для внутренних пользователей. Я состою в команде по цифровой трансформации. В нашей команде реализовываются цифровые продукты на основе математических моделей. Математическая модель – это программа, которая способна анализировать данные, которые поступают в нее, и на выходе давать какой-то прогноз. Один из примеров – вы ездите на автомобиле, и вы часто переключаете скорость. Возможно, это влияет на расход топлива. Ваша математическая модель, которая для вас построена в вашем автомобиле, может подсказать вам, как правильно ездить, чтобы преодолеть то же самое расстояние, но потратить меньше топлива. Математическая модель, она принимает данные, но эти данные сами по себе не поступают в систему. Для этого нужно написать сервисы, которые отвечают за передачу данных. Это то, чем я занимаюсь в нашей команде. Соответственно, сервисы, которые я пишу, они занимаются автоматизацией рутинных процессов, которые не нужно выполнять пользователю сервиса. Пользователи – это чаще всего мастера участка, люди, которые непосредственно на участке принимают решения. Данные могут быть вообще любые, которые измеряются с помощью датчиков и дальше передаются по системе. Допустим, температура, расход электроэнергии, количество дефектов на полосе рулона. Один из перспективных продуктов – это продукт расчета удельного расхода электроэнергии на участке УОО, который считает количество потраченной электроэнергии на количество выходного материала. Тем самым помогает увидеть просадки по расходу электроэнергии на, грубо говоря, ничто. То есть выходного металла нет, но, тем не менее, электроэнергия расходовалась. Сейчас существует огромное количество средств для считывания данных. И с помощью этих средств можно построить, наверное, бесконечное количество математических моделей, которые могут какие-либо предсказывания формировать. Мы охватили лишь, я не знаю, тысячную долю процента. Еще предстоит очень много работы, много интересной работы.